Добрый день, дорогие друзья. Вернее, ночь. Мы находимся в магазине iKazos.ru на Новом Арбате. У нас есть iPad и у нас есть вот такое замечательное устройство под названием... Как он его называет? AirDron. Пород. Саша, ну-ка, давай. Запускай двигатели. Это бесплатное приложение специально для iPad или для iPhone 4. Видите ли, снизу лезь? Соответственно, устройство подключается к iPad или к iPhone по Wi-Fi. У него есть две видеокамеры. И оно, в общем-то, витает прекрасно. Вот в режиме весеннее, то есть может находиться довольно долго. И его можно... В режиме поворота камеры. Да, в режиме поворота камеры, то есть вот камера поворачивается и прекрасно все видно. Дальность действия 50 метров. Самое очень слабое место этой штуки, это время работы. Оно составляет около 20 минут. Собственно, как оно летает, прекрасно видно. Ну, бывает и такое, но здесь, собственно, есть специальный кожух. Да, и все это распутывается. Да, вот эта пенопластовая штука такая. Оно, когда падает и заживет, оно само отключается. Да, но это нормальный, кстати, процесс. Не так уж здесь и сильно. У нас уже был такой сегодня. Сейчас быстро все распутаем. Собственно, вот так вот выглядит упаковка устройства. Уже, в общем, есть Ростестовские образцы. Я думаю, что на Новый год это будет очень и очень востребованная покупка в качестве подарка. Вот можно посмотреть, что бесплатное приложение доступно в App Store. Вот так вот эта вещь называется. Ну, соответственно, если здесь говорить о конструкции, то есть вот пенопластовый вот такой бампер. Он защищает от ударов, ну, вот как мы могли видеть. Да, все прекрасно разбирается. То есть вот самый такой жесткий тест. Наверняка дома многие будут запускать эту штучку. Да, да, вот так вот оно выглядит в разобранном состоянии. Аккумулятор. Аккумулятор съемный. Вот, можно подключить, зарядить. Все ничего не пострадало, при том, что он ударился об съемку. Да, винты целые. Автоматически выключился. Здесь вот есть световые индикаторы такие. Ну, в общем, конструкция сделана максимально легкой. Да, если в красном, то в аварийном состоянии. То есть требуется что-нибудь что-то сделать, да. А если зелья двигаются с желтым, то вовсе в режиме синхронизации. И желтым с красным в режиме управления. Ну, вот это выглядит вот так. А вот, кстати, на iPad до сих пор, как можно заметить, идет передача сигнала. Вот, и как видно, что мы тут по очереди. Замечательная игрушка. Очень хорошо и качественно сделана. Больше вы сможете прочитать в обзоре пока вот это вот замечательное видео. И ролик еще мы тоже снимем с испытаниями высоты, дальности там и других всяких параметров. Саша, спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok